Здравствуйте! Здравствуйте! Мы сотрудники первой российской телефонной компании. Меня зовут Сергей Паршин, я представитель технического совета. Меня зовут Кондратьева Юлия, я руководитель отдела поставок и сервисного обслуживания. Сегодня мы хотим рассказать вам о нашем новом изделии, о нашем новом продукте. Мы не придумали еще название ему, но функционально это полнодоступный мультиплексор, который передает поток STM1 через гигабитный зернет, ну и наоборот. То есть, в принципе, он может делать с этим потоком все, что угодно. Значит, я буду сегодня рассказывать, а Юля мне будет помогать. Хорошо? Хорошо. Начнем. Вот это оборудование. Значит, мы вам хотим показать, как все это работает, как это устройство действует. Для этого мы приготовили два гигабитных медиа-конвертора. Значит, это вот первый гигабитный медиа-конвертор. Вот здесь у него желтый, это оптическое волокно подходит. Да, здесь оптический гигабитный зернет передается. Вот этот белый шнурок, это электрический гигабитный зернет. Здесь есть индикаторы RX. Да, вот этот RX, это индикатор, который показывает, что есть прием по оптическому потоку гигабитному. Индикатор выше TX, это передача по оптическому потоку гигабитному. Ниже индикатор, на котором написано 1000M, показывает, что передается гигабитный поток именно. Индикатор Power, PVR, показывает, что есть питание. Значит, выше индикатор FXL, который показывает, что есть прием по электрическому потоку гигабитному. Ну и все, другие индикаторы, по-моему, здесь не работают. Да, выше индикатора есть 100, который показывает, что передается 100-мегабитный поток. Значит, второй медиаконвертер, он точно такой же. Значит, ниже под ним, под медиаконвертерами, стоит оптический мультиплексор Transport S1. Transport S1 это полнофункциональный, полнодоступный SDA-STM1 мультиплексор. Это наше серийное изделие, и мы здесь его в этом эксперименте используем для формирования потока СТМ1 оптического. То есть у него стандартный поток СТМ1. И вот здесь вот один поток уходит на запад, другой поток уходит на восток. То есть этот мультиплексор работает по оптическому волокну через одно оптическое волокно. И один лазер у нас на 1550 нм, вот здесь немножко не видно. Можешь шнурок белый-то двинуть чуть-чуть в сторону? Да, да, ага, вот здесь передача на 1550, прием 1310. А здесь передача 1310, прием 1550. Это СТМ1 потоки стандартные. Он формирует этот мультиплексор. И мы будем смотреть на индикаторы прием запад и прием восток. Если будет прием с запада, то это говорит о том, что мы с запада приняли поток СТМ1. Если говорит прием восток зеленым цветом, значит говорит о том, что мы приняли поток СТМ1 с востока. Если будет обрыв линии, то будет загораться вот этот индикатор обрыв линии. Но другие нам индикаторы здесь неинтересны в этом мультиплексоре. И ниже два изделия. Вот это среднее, да, и более нижнее. Значит, это и есть мультиплексоры полнодоступные, которые передают поток STM1, который они принимают по оптике, в гигабитный поток Ethernet и наоборот. Ну, значит, это пока первые образцы, и мы только добились их работоспособности, поэтому мы здесь просто хотим продемонстрировать, что это возможно, что это все работает. А потом мы вам расскажем о том, как это можно использовать. Значит, здесь мы, ну, значит, это я еще раз подчеркну, что это первые образцы, поэтому здесь не все индикаторы будут работать правильно, но какие индикаторы будут работать, мы вам расскажем. Значит, вот здесь вот у нас прием потока оптического, и здесь мы будем принимать STM1, и будем этот поток передавать в гигабитный поток Ethernet. Значит, и, значит, ну, и нижнее изделие будет работать точно так же. Вот здесь мы будем принимать поток STM1, и будем его передавать в поток, в электрический поток гигабитный Ethernet мы будем его передавать. Значит, схема организации связи у нас такая. Ну, давай начнем с транспорта S1. То есть, поток STM1 со стандартного оптического мультиплексного транспорта S1 мы передаем на запад прием-передачи. Значит, и этот сигнал у нас приходит куда? Он приходит вот сюда. Да. Вот сюда. То есть, здесь его принимает вот это наше новое изделие и преобразует этот поток STM1 в гигабитный поток Ethernet. Это гигабитный поток Ethernet мы передаем на запад, на медиа-конвертер. Медиа-конвертер гигабитный поток Ethernet принимает, передает дальше его в оптику. Значит, оптика эта у нас идет дальше куда? На второй медиа-конвертер гигабитный. Значит, там он оптический сигнал принимает. Можешь руку ниже опустить. Видите, ага, передает его дальше в электрический поток, гигабитный Ethernet. И этот гигабитный Ethernet заходит во второй наш мультиплексор. Да, вот здесь. И этот мультиплексор из гигабитного потока Ethernet достает поток STM1 и передает его дальше куда? И передает его на восток стандартного мультиплекса транспорта S1. И таким образом поток STM1 формируется у нас мультиплексом транспорта S1, передается на запад. И пройдя, значит, один мультиплексор-конвертер, который его передает передает гигабитный Ethernet, пройдя медиа-конвертер гигабитный, пройдя второй медиа-конвертер гигабитный, поступает на второй преобразователь, который преобразует его из гигабитного Ethernet в STM1. И дальше этот поток STM1 возвращается снова на мультиплексор транспорта S1 в целости и сохранности. И мы вам хотим сейчас продемонстрировать, что все это работает. Сейчас Юля включит медиа-конвертеры сначала. Окей. Ну, давайте увидим, что медиа-конвертер, что они нам показывают. Вот можно на этом шнурок немножко в сторону подвинуть, белый. В другую сторону желательно. Ага, окей. Вот здесь мы видим на индикаторах, что он показывает. Что есть питание и что есть прием по оптике. Значит, ну прием по оптике есть почему? Потому что другой медиа-конвертер тоже что-то передает. Поэтому этот медиа-конвертер видит, что есть прием по оптике. Но если мы, например, оптику здесь вытащим, вытащи, пожалуйста, здесь оптику, то вот прием, да, у нас отсутствует. Обратно вставь оптику. Вот он показывает, что прием по оптике есть, передачи по оптике нету, потока гигабитного у нас нету, приема электрического у нас тоже нету. Второй медиа-конвертер показывает то же самое. То есть они показывают, что по оптике есть какой-то сигнал, передается, питание есть, больше ничего нет. Хорошо, давай включим мультиплексор транспорт S1. Значит, мы сейчас здесь используем 220 вольт питания, но вообще во всех этих мультиплексорах двойное питание. Вот здесь видно, что здесь есть питание и 60 вольт, и 220 вольт, 50 герц. И любое питание, если есть в наличии, то все работает. Значит, ну вот сейчас оптический мультиплексор загружается. То, что идет загрузка, вот этот индикатор показывает, он мигает. Когда загрузка закончится, он перестанет мигать. Да, вот он перестал мигать. И показывает, что загрузка завершена. Значит, и вот наш мультиплексор показывает, что обрыв линии, то есть по оптике связи нет. И он показывает, что приема с востока нет, и приема с запада тоже нет. Отдвинь, пожалуйста, маленько, шнур белый. Да, приема с запада тоже нет. Прием с запада нет, прием с восток нет. И обрыв линии. Обрыв линии, прием с запад, прием с восток, все красные горят. Окей. Хорошо, давай теперь включим оба наших новых изделия. У них, кстати, тоже двойное питание, я уже об этом говорил. И 60, и 220 вольт. И они тоже, когда начинают загружаться, также у них индикаторы начинают гореть красным светом, пока нет загрузки. Ну и когда загрузка начинается, тогда они начинают гореть, мигать красно-зеленым. И, ну это говорит о том, что изделие инициализируется и готовится к работе. Это занимает немного времени обычно, несколько секунд, несколько десятков, наверное, секунд, да, но не больше 1 минуту. Обратите внимание на верхние индикаторы, что они горят красным, тут идет пока загрузка. Вот загрузка почти что закончилась. Не почти что закончилась, а закончилась. И сейчас изделие начинает как бы передавать поток STM-1. И вот, кстати, мы видим, смотрите, что мы увидели. STM-1 поток уже передается. У нас есть прием STM-1 с востока. У нас есть прием STM-1 с запада. У нас есть обрыв линии, у нас горит зеленым цветом. То есть это говорит о том, что все хорошо, все работает. Давай выдернем на транспорте S1 любой из оптических волокон. О, вот мы не передаем, ну как бы разрываем линию, и мы сразу видим обрыв линии, и нет приема с запада, и нет приема с востока. Все, поток STM-1 не передается. Давай обратно вставим. Значит, мы восстановили связь, и прием с запада и с востока, поток STM-1 есть. Значит, теперь про индикацию нижних полукомплектов. Значит, здесь, ну я говорю, это изделие опытное, его только что сделали, оно еще горяченькое, мы еще не настраивали там никакой индикации. Кроме одного индикатора, который показывает, что есть прием электрического гигабитного Ethernet. Это вот этот вот зеленый индикатор, который показывает связь с запад, что есть. Вот сейчас выдерни, пожалуйста, белый шнур на среднем мультиплексоре, да. И вот если приема гигабитного Ethernet нет, то он горит красным. Вставляй. Если прием гигабитного Ethernet есть, то он показывает, что зеленый. Внизу то же самое. Если мы вынимаем гигабитный Ethernet электрический, то индикатор загорается, связь с запад загорается красным. Если мы вставляем его обратно, индикатор горит зеленым. Все, другие индикаторы мы не смотрим на этом изделии, потому что они пока еще не настроены и хаотично горят. Окей. Ну, и теперь посмотрим, что нам показывают меди-конвертеры. Вот, давай посмотрим вот на этот. Ага. На что он показывает, что есть передача по... Один момент, сейчас резкость настроится у нас. Он показывает, что есть передача в оптику гигабитную. Вот индикатор TX с зеленым цветом. Он показывает, что передается поток в гигабитный Ethernet. Он показывает, что есть прием гигабитного Ethernet. Он показывает, что есть прием электрического гигабитного Ethernet. Ну, и он показывает, что есть питание. Второй медиаконвертер показывает то же самое Значит медиаконвертеры не наши Это стороннее оборудование Поэтому как бы Это внешние такие изделия Хорошо Ну давайте продемонстрируем Что все это не будет работать Если мы будем разрывать оптику Давай выдирай оптику с запада Окей Вот мы STM1 с запада убрали Прием передачи У нас загорелся на Здесь STM1 мультиплексный обрыв линии Прием запад Прием восток Загорелись красным цветом Значит медиаконвертер Показывает Что у него Передача и прием Происходит потому что он Принимает поток Вот отсюда Значит он Ну да здесь есть передача Здесь есть связь Ну грубо говоря Просто смотрим на индикаторы Да Здесь все работает Есть прием электрического гигабита Здесь есть прием электрического гигабита Значит оптический STM1 говорит что нет Поток не целый Поэтому он показывает ошибки Значит Эта штука Она Ну не видит У нее как будто все происходит Без потерь Да и они просто работают Хорошо Ну поэтому у нас Достоверный индикатор Только один Вот этот Транспорт S1 Он показывает Целый поток или не целый Поэтому собственно говоря Мы будем смотреть Только на эти индикаторы В данном тесте Хорошо Давай восстановим оптику Восстанавливаем поток STM1 И у нас опять Все говорит зеленым светом Да Давай разорвем На медиаконвертере Сверху Выдернем оптику Выдернули оптику И STM1 говорит Что поток STM1 не целый Давай восстановим оптику Вот эти три индикатора Нас интересуют Восстановили оптику И STM1 показывает Что все хорошо Давай на медиаконвертере Выдернем теперь Электрический гигабит Выдергиваем STM1 мультиверсер Показывает Что поток не целый Давай обратно вставим Гигабитный Электрический Вот STM1 показывает Что все хорошо Давай на втором Медиаконверте Выдернем оптику Выдернули STM1 показывает Что везде красные лампочки То есть обрыв STM1 потока Давай вставим обратно Вставили Наш мультиплексер Показывает Что STM1 поток Восстановился Давай выдернем Электрический гигабит На Ethernet Выдернули Значит И это показывает Что STM1 поток Разрушен Давай его восстановим Восстановили И STM1 поток Показывает Что все в порядке Давай выдернем На нашем новом изделии Гигабитный Ethernet Выдернули STM1 разрушен Мы это видим По этим Трем индикатором Поэтому Обращайте внимание На эти три индикатора Всегда Хорошо Давай восстановим Гигабитный Ethernet STM1 поток Показывает Что все Он восстановился Хорошо Давай выдернем Оптический Да Оптика Передача оптики На нашем модуле На этом новом Окей И индикатор Снова показывает Аварию Давай вставим обратно Окей Индикатор Показывает Что поток Встановился Хорошо Давай на нижнем Выдернем Электрический Ethernet Окей Индикаторы Показывают Ошибку Давай восстановим Электрический Ethernet Окей Индикатор Показывает Что все Стало Хорошо Ладно Давай на нижнем Выдернем Оптический STM1 Выдернули Это показывает Что обрыв Линии Окей Давай восстановим STM1 Оптический Восстановили Здесь тоже Видно Что все Работает Окей Ну вот Таким образом Мы вам Продемонстрировали Что Это изделие Действительно Передопоток STM1 Через Гигабитный Ethernet И что При любых Обрывах На любых Участках Связи Ну Мы Наблюдаем Ошибки Полнофункциональный Полнодоступный Оптический Мультиплексор Транспорт S1 Значит У него Вот здесь Есть Три Модули Расширения Да Модули Расширения 1 Модули Расширения 2 И Модули Расширения 3 Ну Это как бы Места Под модули Расширения А модули Расширения Сюда Могут Сонавляться Трех Типов Первый Модули Расширения Это 11 Или 22 Потока E1 21 Точнее Поток E1 Второй Модули Расширения Два Порта Ethernet А нет 6 Портов Ethernet Извините Третий Модули Расширения Это Два Синхронных Интерфейса Причем Интерфейсы Они поддерживают Там Всякие Разные Протоколы Синхронные Которые Только Имеются В Настоящее Время Поэтому Поток STM1 Здесь Может Быть Сформирован Из Таких Разных Интерфейсов Теперь Об этом Модули Полнодоступный Мультиплектор Который Будет Преобразовывать Поток STM1 В Поток Ethernet Гигабитный Функционально Как Это Изделие Будет Действие Мы Еще Не Расширили До Конца И Пока Мы Предполагаем Что Просто Мы Будем STM1 Поток Один Припринимать Оптический И В Один Гигабитный Ethernet Его Передавать Но Хотя В Этом Изделии Тоже Здесь Есть Те Самые Три Места Под Модули Расширения Можешь Продемонстрировать Да Вот Одно Место Второе Место Третье Место И Поэтому Мы Можем Также Прям В Этом Изделии Прям Здесь Внутри Формировать Из потоков Е1 Электрических Из потоков Ethernet Электрических Из потоков Из синхронных Интерфейсов Поток STM1 И Его Сразу же Выдавать В гигабитный Ethernet В принципе Мы можем И такое Изделие Здесь Сделать На базе Этого Изделия Или Мы можем Допустим STM1 Вот тут Принимать По оптике Вставлять И выделять Из него Потоки Вот Для вот Этих Электрических Модулей Которые Расширение И Уже Потом Сформированный Поток В гигабитный Ethernet Передавать То есть Такое Тоже Будет Возможно То есть В принципе Здесь Возможности Неограничены Это Очень Мощное Изделие На базе Которого Мы Эту Новую Разработку Сделали И В принципе Там Мы можем Сделать Все Что Угодно Что Попросит Функционально И применимо Для других Пользователей Тоже Чтобы Это Было Просто И Удобно И Вполне Понятно И Все Поэтому Мы готовы Учесть Ваши пожелания Для того Чтобы Сейчас Написать Здесь Сделать Какую Нужную Индикацию Сделать Какую Нужно Программу Управления И так Далее Расскажем Еще Что Здесь Есть Три Модули Расширения Которые Можно Использовать Для потоков Е1 Для Способность Регулируется С дискретностью 2048 Мбит Секунду Здесь Можно Ставить Модуль Служебной Связи Это Канал FXS Либо Канал FXO Либо Канал ТЧ Да И Поэтому Например Можно Этот модуль Включить Прямо В офисную АТС И Через Оптику Звонить Удаленным Абонентам И Удаленные Абоненты Смогут На офисную АТС На ваш Например Выходить Или Это Просто Связь Точка Точка Будет Значит Это Кнопка Сброса Значит Да Вот Этот Эзернет Он Будет Для Управления Значит Вот Этот Дополнительный Поток Эзернет Который Можно Будет По Оптике Передавать 100 Мегабит Просто Точка 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 Поток Эзернет Его Можно Не Ток По Оптике Даже В Кольце Его Выдавать И Этот Поток Будет Выделяться Во всех Пунктах Связи Значит Вот Здесь Гигабитных Потоков Эзернет В принципе Здесь До 4 Можно Поддерживать 2 Гигабита На Запад 2 Гигабита На Восток Ну Или Если Точка Точка У вас То Это Получается 4 Гигабита Ну В принципе Ну Мы Не Знаем Как Мы Будем Здесь Их Использовать В принципе Нам Здесь Достаточно Только Одного Для Нашего Изделия Значит Здесь Прием Передача Запад Восток Это Именно Прием Передача Оптического Потока Который Которым Будет Эти Два Мультиплексора Соединяться Здесь Есть Порт Аварийной Стационной Сигнализации Нормальный Замок Нормальный Разумутный Контакты Плюс Защищенный Реле Здесь Есть Блок Питания Резервированный Двадцать Шат Вольт Одновременно Здесь Есть Блок Заземления Ну Вот Поэтому Все Эти Вещи Тут Есть В Изделия Использовать Многие Операторы В последнее Время Выражают Потребность Передавать СТМ Подпотоки Е1 Через Гигабитный Ethernet И С помощью Этого Изделия Теперь Это Стало Реально Делать Причем Мы Можем Поток СТМ 1 Прямо Брать Оптический И Ну Превращать Его В Электрический Гигабит Или В Оптический Гигабит Без Разницы Потому Что У SFP Разъемы В SFP Разъем Можем Воткнуть Любой SFP Модуль И СТМ 1 Поток Мы Можем Формировать В виде Потоков Е1 И Просто Обычных Электрических Потоков Е1 В количестве От 1 До 63 То есть С помощью Модулей Соответствующих И Этот СТМ Поток Уже Потом Оптически Также Загонять В Электрический Гигабит Передавать Его Через Гигабит Ethernet И С другой Стороны Все Это Восстанавливать Ну и Таким Образом Получается Мы Имеем Возможность Передавать С помощью Наших Мультиплексоров Ну Допустим Если Мы Глянем Транспорт С1 То У него Есть Модуль Расширения Для Потоков Е1 Для Любых Синхронных Интерфейсов Ну Типа Там В24 Расширения 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 Восстанавливать Таким Образом В качестве Среды Передачи Между Пунктами Связи Можно Использовать Потоки Гигабитные Потоки Ethernet Значит Какая Полоса Пропускания При этом Будет Заниматься Полоса Пропускания У потока СТМ1 155 Мегабит Ну Поэтому 155 Мегабит Ну 200 Мегабит Грубо говоря В потоке Он Займет Гигабитным Ethernet Поэтому В принципе Вы можете Брать поток Ethernet И Ограничивать Ему Полосу 200 Мегабит И вот Через Эти 200 Мегабит Передавать Вот такой Отдельный Защищенный Поток Ну Значит Что еще Я могу Сказать Теперь Мы Поедем С этим Изделием Непосредственно На полигон Санкт-Петербург И там На реальных Линиях Связи Все это Испытаем И если Испытание Закончится Успешно То Мы Ожидаем Что Наш Заказчик Будет Использовать Решение Своих задач По Организации Связи Я хотел бы Добавить Еще некоторые Комментарии Относительно Схемы Организации Связи Для испытаний Мы использовали Мультиплекс От транспорта С1 Он формирует Два потока СТМ1 Один из потоков Передается на Запад Другой поток Передается На восток Значит Мы рассмотрим Например Как проходит Поток Который Передается На запад Поток Передаваемый На запад Проходит Через Конвертор СТМ1 В гигабитный Эзернет Проходит Потом Через Два Медиа Конвертора Проходит Снова Через Конвертор СТМ1 В эзернет И возвращается То есть Принимается Этот поток На востоке То есть Групповым Потоком СТМ1 С востока И наоборот Поток СТМ1 Который Передается На восток Принимается Пройдя Этот же Путь На западе Таким образом Фактически Два потока СТМ1 Передаются С оптического Плексора Транспорт С1 Один поток Уходит на восток А принимается На западе А другой поток Уходит на запад А принимается На востоке И таким образом Ну если Эти оба потока Проходят нормально Мы говорим о том Что Система передач Эти все Работают Несколько слов Я хотел бы сказать О том Как использовать Это изделие На практике Это изделие Которое Передает 63 потока Е1 Через интерфейс СЗРнет Ну А потоки Е1 Они принадачены Для передачи Звука При передаче Звука Очень важно Звук передавать Без искажений То есть Без потерь Без задержек И так далее То есть Когда два абонента Разговорят по телефону Если они слышат Хоть малейшую задержку Или если они Слышат прерывание Звука То Обычно Они прерывают Разговор Говорят Давайте я перезвоню Ничего не слышно И так далее И тому подобное Почему Потому что Прерывание звука Приводит человека К непониманию Он не понимает О чем другой человек Говорит И это его раздражает Поэтому Качество звука Это очень важно В телефонных сетях В потоке Е1 Для того Чтобы оценивать Качество звука Ввели такое понятие Как Официент ошибок И требования Для потоков Е1 Коэффициент ошибок Лучше чем 10-10 степени То есть Что это значит Это значит Что Допускается Передача Одного бита С ошибками На 10-10 степени Бит Значит Ну Поэтому Требования Очень высокие К потоку Е1 В телефонных сетях И такое качество Оно обеспечивает То что Когда мы разговариваем По обычному телефону Мы себя чувствуем Комфортно Все слышно Все понятно И так далее Допустим Когда мы разговариваем Через IP Телефонию То мы уже слышим Задержки Пропадания В связи И так далее Почему? Потому что Интерфейс Ethernet Это интерфейс Не гарантирован Доставкой данных Данные могут теряться А это приводит к тому Что их повторно Пытаются передавать И так далее Почему это приводит В итоге Если мы передаем При этом звуки Это приводит к тому Что мы слышим Что звук задерживается Мы слышим Что эхо появляется Мы слышим Что звук пропадает В итоге Это все некомфортно И нам больше нравится Общаться через обычную связь Чем через IP Телефонию Ну то есть Этот фактор нужно учитывать То есть Интерфейс Ethernet Интерфейс Не гарантирован Доставкой Поэтому Звук нужно доставлять Так Чтобы доставка Была гарантирована Но поэтому Используя это изделие Нужно действовать рационально То есть Если вы собираетесь Передавать потоки Е1 через Ethernet Нужно просто Выделять качественный Ethernet Для передачи потоков Е1 Значит STM1 поток Он занимает Полосу 155 мегабит В секунду Поэтому Скорость передачи Ethernet Должна быть тоже Не меньше 200 мегабит В секунду Желательно И этот Ethernet Должен Ну быть изолирован Желательно От передачи Других источников Чтобы вот Только STM1 Через него Передавался И все Если вы Это обеспечите То Поток STM1 Будет передаваться Довольно качественно Ну да Чтобы это понять Нужно понять следующее То есть Фактически Что такое передача данных Это как передача воды По шлангам Фактически Но только Когда мы передаем поток Е1 У нас вот есть Труба Определенной толщины И мы через нее Просто гоним поток От одного источника К одному приемнику И все Там нет других источников И нет других приемников Значит Когда мы пытаемся Передавать потоки Через зернет Происходит следующее Есть как бы огромная труба Но в эту трубу Могут посылать данные Много источников И принимать из нее данные Могут много приемников Поэтому Ну передавая поток СТМ1 Понимайте Что В этом случае У вас должен быть Один источник И один приемник Который будет работать Через зернет Если вы это обеспечите У вас все будет работать Очень хорошо Какие будут при этом Задержки И особенности эксплуатации Мы об этом узнаем Когда проверим Все это дело На реальной сети Ну и когда мы это узнаем Мы об этом сообщим В нашем новом фильме Ну поэтому Используйте это изделие Рационально Учитывая этот фактор О котором я вам рассказал Сегодня Ну в этом фильме Мы познакомили вас С нашей новой разработкой Надеюсь вам было интересно Если у вас будет желание Испытать это изделие На практике Или узнать о результатах Которые мы получим в Питере Звоните к нам в компанию И мы с вами пообщаемся На эту тему Желаю вам успехов В решении ваших задач Всего доброго вам До свидания До свидания Пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok